До начала концерта еще больше часа, а в фойе Дома культуры царит творческий ажиотаж. Идут распевки и последние репетиции. Здесь же развернулась ярмарка, на которой торгуют сувенирами и подделками сибирских умельцев. Артисты настраиваются на работу, отвечают на вопросы журналистов. Мы еще учимся в колледже культуры в Барнауле и у Марины Сигаревой. Мы как возрождаем русскую культуру. Мы уже второй год сюда приезжаем и каждый раз с разной программой. Готовиться не очень сложно, потому что мы этим занимаемся не первый год. Все эти годы организатором фольклорного фестиваля является руководитель Русского Дома народных традиций Оксана Выхристюк. Ее коллективу «Красота» сегодня тоже 35. Фольклор жив, и он очень широко еще жив в народе. В том народе, где мы собираем самые глубокие образцы традиционного искусства. А про это почему-то молчат. И мы, собиратели фольклора, мы это находим, обучаем наших детей, обучаем студентов, обучаем бабушек. И я думаю, что это обязательно нужно для здоровья нации. Каждый год Оксане Выхристюк удается собрать творческие коллективы страны на эскитимской земле. Вот и на этот раз сюда приехало более 200 участников. В основном гости из азиатской части России. Есть артисты из Казахстана. Они стараются донести культуру именно такой, какой знали ее наши предки. Творчество не оставляет зрителя равнодушным. Эскитимцы поддерживают артистов аплодисментами и даже подпевают им. Фестиваль интересный в том плане, что это русская традиция, которую нужно сегодня, особенно в наше такое тяжелое время, ее нужно сегодня возрождать, ее нужно развивать и передавать подрастающему поколению. И вот сегодня очень приятно, что в этом фестивале принимают очень много детских коллективов. Фестиваль продолжался три дня. После открытия в эскитиме все участники отправились в лагерь имени Дубинина, где проходила основная работа творческих мастерских и выступления коллективов. А завершился фестиваль воскресным галоконцертом в Академгородке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова